Всем привет! Вы на канале Fashion Factory, меня зовут Лена Ходорова, и мы продолжаем изучать индустрию моды. Я расскажу вам, как и когда появились модные показы и для чего они брендом сегодня. Уже более ста лет прошло с тех пор, как мода вышла за рамки салонов кутерье и портных. Недели моды стали распространенным мировым явлением в 70-е и до сих пор приковывают к себе внимание. Даже в эру социальных сетей дизайнеры и модели получают признание благодаря участию в показах. Как же появились модные показы и как они стали популярны по всему миру, узнаем сегодня. Когда-то одежду показывали не на людях, а на деревянных манекенах. В конце 19 века французский кутюрье Чарльз Фредерик Уорд первым заменил манекенов на женщин. Одной из моделей Уорда была его жена Мария Агустина Верне. Показы Уорда не были дефиле в классическом понимании. Они проходили в специально оборудованной маленькой комнатке шоуруме и ателье, где сидел клиент, а модели выходили и вставали перед ними. Также модели Уорда служили живой рекламой. Поначалу они просто выходили в его нарядах в светские места и рассказывали о том, откуда у них такие платья. Ну, своего рода инфлюенсеры того времени. Позднее Уорд создал систему показов. Четыре раза в год он устраивал их в своем салоне, таким образом показывая посетителям, что они могут купить у него на ближайший сезон. Более близкую к современным показам концепцию представила англичанка Люсиль в 1905 году. Она готовила манекенщиц в дефиле на подиуме, который был похож на сцену. Кроме того, показы проходили под музыку, а мероприятие заканчивалось куршетом. С модными показами еще в начале 1900-х экспериментировал и ведущий французский модельер 20 века Поль Пуаре. Кутюрье стремился показать свои творения в динамике. Кроме того, его модели зародили традицию к фотосессиям для модных редакций. Вообще, первые показы проводились для того, чтобы зрители могли присмотреть для себя наряды и купить их. Первая в истории неделя моды была инициирована в США. Она прошла в 1943 году в Нью-Йорке и называлась «Неделя прессы». В то время французский синдикат высокой моды обеспокоился тем, что инициативу по развитию индустрии перенимает США. И в 1945 году постановил, что все дома моды должны сезонно представлять не менее 35-ти дневных и венчарных ансамблей. Каждый показ новых коллекций допускал присутствие журналистов и фотографов. Хотя до этого дизайнеры боялись, что их вещи начнут копировать, поэтому прессе и фотографам вход в салоны на показы был закрыт. Кстати, первым, кто нарушил эту традицию, был Кристиан Диор. Он в 1947 году пригласил фотографов на свой показ. Первая официальная парижская неделя моды состоялась спустя 30 лет после недели прессы в Нью-Йорке, осенью 73-го. Ей руководила Эльнур Ламберт, которая основала Нью-Йоркскую неделю моды и, кстати, всем известный Мэтт Галла. В Париж стали приезжать модельеры из США, Англии, Японии и других стран. Смешение разных национальных культур, традиций и взглядов расширило горизонты в революции стиля и создании одежды. Кроме того, росла и публичность показов. В 1984 году Тьереми Блер первым собрал на своем показе более 6 тысяч зрителей. Все модные показы можно разделить на два типа. Прето-порте, то есть готовы к носке, и от кутюр, то есть высокая мода. Недели мод Прето-порте проходят дважды в год, весной и осенью. Они организованы в четырех фэшн-столицах – Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Есть и менее значимые недели моды, которые проходят в других городах. Они не связаны с Большой Четверкой и не имеют влияния на индустрию моды. Недели мод Прето-порте формируют тренды на ближайший сезон. Неделя мужской моды проходит отдельно от женской, хотя некоторые дизайнеры любят их совмещать. Показы не пересекаются между собой по времени, на неделе моды есть строгое расписание. Даты проведения в четырех городах разные, но при этом могут иногда пересекаться. А показ одного бренда длится 10-15 минут. Неделя высокой моды от Кутюр проходит только в Париже. На нее допускаются модные дома, входящие в синдикат высокой моды. Такие, как, например, Шанель, Кристиан Диорджи, Ванши – всего их 16. Ручные творения, созданные в рамках высокой моды, непригодны для повседневной носки. Они отшиваются и украшаются вручную лучшими мастерами и создаются в единственном экземпляре. Но, кстати, часто даже коллекции Прето-порте выглядят совершенно ненасибельными. Например, скандальная коллекция Rick Owens весна-лета 2016 года, показанная в Париже. Модели вышли на подиум с шивыми рюкзаками в виде других моделей, закрепленных вниз головой ремнями. Я даже боюсь представить, каково было моделям идти по подиуму. Этим модельер хотел донести мысль о том, что каждый человек ежедневно несет на себе тяжелую ношу и собственных переживаний и проблем. Помимо от Кутюры, Прето-порте есть круизные коллекции, Пре-коллекшн, то есть предосенние и предвесенние, свадебные капсульные коллекции и коллаборации. Роль недель моды изменилась с появлением доступного интернета и социальных сетей. В 70-е, 80-е и 90-е это было прежде всего отраслевое мероприятие для байеров, по итогам которого универмаги и крупные магазины делали закупки. Сегодня эту функцию отчасти взяли на себя коммерческие выставки, в которых участвуют модные бренды. Например, парижская выставка «Траной». Модные показы и большие недели при этом никуда не делись, но выполняют другую работу. Обеспечивают брендам медийность и охваты в социальных сетях. Если держать в голове эту мысль, то многие странности, которые происходят на шоу, становятся понятны. Чем эпатажнее и зрелищнее, тем лучше. Шоу оформляется так, чтобы дать зрителям в первом ряду идеальный контент для коротких видео. Роль недель моды как площадки для демонстрации трендов также никуда не делась. Более того, тенденции сами участвуют в гонке за популярностью. Существует специальная поисковая система TechWalk, которая позволяет следить за жизнью трендов в цифровом выражении. Например, можно узнать, какой процент дизайнеров в этом сезоне включил в свои коллекции прозрачные вещи. Чтобы попасть на неделю моды, дизайнер заполняет заявку на официальном сайте, где указывает информацию о себе, бренде, пиар-агентстве, годовой выручке, стилисте, коллекции и показах, а также название недель моды и показов, в которых марка участвовала ранее. Звучит несложно, но участие в мировой неделе моды придется по карману далеко не каждому молодому дизайнеру. Американский модельер Кристиан Серано рассказывал в интервью для Vogue, что на один показ у него тратится от 125 до 312 тысяч долларов. Сумма будет выше, если в показе примут участие топ-модели или знаменитости. Кстати, российские дизайнеры тоже участвовали в мировых неделях моды. Свои коллекции представляли Вячеслав Зайцев, Валентин Дудашкин, Ульяна Сергеенко, Коша Рубчинский, Андрей Артемов, Олеси в небо и другие. А в качестве зрителя на показы можно попасть только по приглашению. При этом соблюдается строгая рассадка. Каждый гость получает определенное место в зависимости от своей важности. В первом ряду сидят редакторы мировых модных изданий, звезды шоу-бизнеса и наиболее значимые и известные инфуенсеры. Вариант попасть на показ без персонального приглашения – это аккредитация. На нее нужно заранее подать заявку. Как правило, аккредитацию получают байеры, журналисты и фотографы. А что же в России, спросите вы? В России неделя моды тоже есть. Появилась в 2001 году и называлась Russian Fashion Week. В 2011 году, после получения поддержки Mercedes-Benz, она стала называться Mercedes-Benz Fashion Week Russia и носила это название до 2022 года. Российские недели моды отличаются по формату от мировых. В Европе и США на неделях моды по большей части представлены модные дома, которые ведут свою историю с прошлого века и уже завоевали широкую аудиторию поклонников. То же самое относится к дизайнерам, моделям и стилистам. На этих показах рождаются тренды. Российские недели моды не имеют влияния на мировую индустрию, в них не принимают участие бренды уровня Gucci или Chanel, и на них редко приезжают известные на весь мир инфуенсеры. Исключением была разве что фэшониста, представитель которой специально приглашали на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Часть российских дизайнеров и модных журналистов подчеркнуто дистанцируются от местных недель. Сложно сказать, когда примерно это началось, но примерно с середины 2010-х годов самые известные дизайнеры нашей страны стали делать шоу не просто на своих площадках, но и совершенно независимо от обеих московских недель. Александр Терехов, Волков Шейм, Алена Ахмадулина, те, кто составляет свет российской моды, предпочитали в какой-то момент уйти из расписания официальных недель моды в стране. Влиятельная модная пресса делала то же самое. Игнорировать показы Russian Fashion Week для оглянцевой редакции было нормально, при этом попасть на показ Терехова хотели все. Но российские недели моды имеют и свои плюсы. Показы отражают местные тренды, встречаются коллекции с национальными культурными кодами, то есть то, чего больше нигде нет. Российские недели моды остаются привлекательными для начинающих дизайнеров, выпускников университетов и молодых брендов. Все-таки неделя моды – это для многих исполнение мечты, определенный эмоциональный и организационный опыт, который стоит пережить хотя бы однажды. С прагматичной точки зрения недели моды дают контент для соцсетей, возможности упоминаний в СМИ и повышение престижа дизайнера в глазах клиентов. В июне 2022 года вне мирового расписания прошла московская неделя моды с показами по всему городу. В Заряде, на ВДНХ, ГУМе, на Площади Революции и на станции метро Маяковская. Участие было бесплатным для дизайнеров, но попасть в расписание могли только те, кого отобрал экспертный совет. Если вы начинающий дизайнер, ищите такие возможности, это может серьезно помочь в продвижении. В России помимо московской недели моды есть Aurora Fashion Week, Санкт-Петербургская, Новосибирская и Ростовская недели моды. А в Казани проходит ежегодный международный показ современной мусульманской моды. В 2022 году недели моды все так же остаются важной частью фэшн-индустрии. И даже несмотря на всю диджитализацию мира, они никуда от нас не уходят, а лишь трансформируются. Сейчас для брендов участие в неделях моды очень важно для пиара. За счет этого можно сильно увеличить охваты в соцсетях и СМИ. Поэтому дизайнеры все чаще приходят к необычным решениям в показах коллекций. Как, например, презентация коллекции Jacques News в лавандовом поле или последний показ Balenciaga, где модели дефилировали в пространстве из грязи. Еще дизайнеры используют пространство аэропортов, метро и вокзалов. Сегодня показы — это шоу и зрелище. А если вы мечтаете о том, чтобы однажды и ваш бренд покорил мировые позиумы, приходите к нам на курс Fashion Impulse. Там вы узнаете все о том, как создать свой бренд и сделать его известным. Подробности читайте по ссылке в описании. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео о модной индустрии. Субтитры сделал DimaTorzok